Они есть везде, в каждом городе, в котором торчат. Их много, очень много, гораздо больше, чем я знаю. Или вы, не вгушавшие кайфой ломок, можете себе представить. Но для меня она одна, одна такая. Она извилиста, как великий Джефф Эй Путь. И так же не имеет конца. Но улица мертвых наркоманов проходит не по драгам. А по дворам тех, кто уже никогда не возьмет баян. Не впустит в него контроль и не шепнет. Приход. Она, если разобраться, проходит вообще. По всем дворам тех, кто торчал, торчит или будет торчать. И неважно, сдохнут они под колесами незамеченной тачки. Или наебнувшись из окна. Или вмазав себе крутой передоз. Они уже наркоты. Их место там, на улице мертвых наркоманов. Ибо заурядный жмурик. И жмурик торчок. Это две разные породы трубаков. Простой мертвец обычно не умирал до того ни разу. Торчок же за годы широк имеет такой мощный опыт откидывания копыт, что переход из живого состояния в мертвое мало что для него значит. И в загробном мире он найдет чем втереться. А если ебаные эзотерики лишь гонят про него, так не один ли хуй? Улица мертвых наркоманов. Есть у нее один маленький отрезок, который я помню лучше, чем весь остальной город. На нем жили Чавиит Снотайка, Семар Сдрахарь, Наводна Стоечка, Седайка Абомчик Ишантар Червец. Теперь они остались только в моей памяти. Ну не только в моей, Еще много в чьей, Но лишь я знал их так, Как знал я. И отъебитесь С прочими дешевыми И дорогими Сентенциями. Чавиит Снотайка, Я еду на троллейбусе Мимо твоего дома. В моих руках бутылка третьей балтики, Я прикладываюсь к ней, Поминая тебя. Окошко на втором этаже светится, Как ни в чем не бывало. Но тебя за ним давно нет. Ты умер от заражения крови, Ширнувшись какой-то дрянью. Эх! Я помню, Как одной лунной августовской ночью Мы с тобой полезли В оранжереи биофака МГУ, Где несколько недель назад Ты во множестве Узрел маковые грядки. Мы идем на универ, Подербанить поповер, Напевал ты, Зная, Что поповером Ударяется на втором слоге, А ты на зло природе и латыни Ударял его на третий. Мы обошли с фонариком Всю эту поганую оранжерею И не нашли нихуя. Наверное, растения уже убрали И вместо мочья мы Нарвались на сторожа. Старик орал благим матом, Вопил, чтобы мы остановились. Но шухер придал нам сил И мы неслись По узким проходам, Сшибая какие-то горшки. Вываливались через взломанную Нами же дверь И чапали по темным, Темным аллеям. Радуясь, что благополучно Избежали, если не Постремание, То винтиво вовментовку. Итак, идучи уже Кзыканопослушные Припозднившиеся студенты, Мы набрели во мраке На клумбу сперва. Мы не обратили на нее Внимания. Я во всяком случае Вознамерился был Обойти ее, Но не таков ты был. Желая отомстить ботаникам, Пошел прямо по цветам. А в самом центре клумбы Да это же он! Растения были ему по пояс И руки, очевидно, Содевали черные В темноте цветки И вокруг него Немедленно образовалась Воронка из длинных стеблей. Впрочем, это было ненадолго, Придя в себя после Такой нежданной радости, Он начал опустошение клумбы Прямо с места, где стоял. Мы размотали огромные Целлофановые мешки, Изложившие нам Чем-то типа поясов. И обрывая маки У самого корня, За полчаса обработали Половину клумбы, Остальное просто некуда было класть. Потом было шуганное шествие по дворам. Нагруженные гигантскими мешками с маками Мы стремались каждого шороха. Под каждым кустом нам Берещились горящие ментовские глаза Под кокардой. Нам глючилось, что каждый встреченный Нами припозднившийся пьяница Это агент. Ковгимел Бета. А на хате Чавида Мы до полудня собирали на бинты Маковый сок, Не забывая при этом Слизывать со срезов И обрывов последние, Уже не малечные, А прозрачные, Но все равно горькие капельки. Да, вот здесь на восьмом этаже Девятиэтажки Жил Семальс Драхарь. Он утонул, Пошел купаться в Москву-реку, Ублаготворившись винтом и водочкой, И утонул. Сердце. Эх, Семаль, Сколько в месте проширено, Сколько в месте пережито. Извини, что поминаю тебя Этим питерским бойлом, Но не водочку же жрать На виду всего троллейбуса. Давным-давно, Когда мы только начинали Как следует шаряться, Мы варили мульку. Тогда, забодяжив сопливый джефф, Мы не прогревали фуфырики Теплом своих ладоней, Заряжая их какой-то энергетикой, А просто оставлялись стоять, Дожидались, Пока скопившиеся газы Сами не вышибут резиновую пробочку. А в тот раз мы с тобой Бодяжились сразу три пузыря, А в комнате нас дожидалась Алиса-парашют, А мы поставили пузырьки В кастрюльку с теплой водой И дожидались конца процесса. Петухи уже давно были забиты В бодяжные машины, А пробки все не вылетали, Не вылетали. И тогда, Сдрахарь подошел ближе, Чтобы посмотреть, Когда же все-таки Наконец придет. Кондиции. Он наклонился над кастрюлькой, И в этот момент Один из пувырьков Встрельнул пробкой, И она угодила ему в лоб. Семарь страхой Лишь ухмыльнулся, И отошел на шаг. Тогда чпокнул второй пузырек, Пробочка описала в воздухе дугу, И ударила, Семаря, В то же самое место. Семарь удивился, И отступил еще на шаг. И тут сработала Последняя стартовая установка. Выстрел был настолько силен, Что резиновая крышечка, Ударившись о люстру, И срикошетив от нее, Стукнула в лоб На то же место, Семаря с Драхаря. Я уже не помню, Что за мулька тогда сварилась. Выебали ли мы Алису парашют, Но снайперская стрельба Баночек с мулькой В память врезалась навсегда. Вот так. Вот и следующий дом. И еще один глоток пива. Теперь уже Знавод на стоечка. Вечная память тебе. Ты умер просто и быстро. От остановки дыхания, Передознувшись Герычем, Твоя подруга, Сара-недолет, Пыталась откачать тебя. Но приехавшая скорая Сказала ей, Что ты помер Уже три часа назад. И все это время Она реанимировала труп. И я, и она. Мы никак не могли понять, Зачем ты вдруг Вмазался героином. Ну, забарыжил, Ну, удачно провернул Маклю. Но ведь ты же Всегда сидел Только на винте. Я же помню, Как ты рассказывал мне Душераздирающую историю Про то, Как однажды, Во времена глубокой Алкогольной юности, Ты нашел на помойке Несколько коробок С пузырьками. Познаний в латыни Тебе хватило для того, Чтобы понять, Там есть спирт. Перегонный аппарат, Сооруженный из караварки, У тебя был. И ты, Недолго думая, Залил в него все пузыри И выгнал из них Спиртягру. Остатки, Остатки ты, конечно, Вылил в анитас. Спирт оказался Средней паршивости Он отдавал Неистрепимым Запахам Салутанского бальзама. А через полгода Тебя посадили на мульку. И тогда ты вспомнил Про добрую сотню пузырей Салутана, Которые ты так Бездарно просрал. Всякий раз, Рассказывая этот эпизод, Ты чуть ли не рвал Волосы на голове И вызывал Праведный гнев Всех окружающих Торчков. Но все равно Едва завидев Новое грызло Ты стремился Поведать ему Про спирт Из Салутана. А здесь погиб Седайка. Глупо, Нелепо, Впрочем, Почти все Смерти наркоманов Несуразны. Ты втюхался И решил Заняться физкультурой. Тебе было интересно Сколько раз Твой изможденный Организм Сможет подтянуться На перекладине. Несколько раз Ты сделал это Наверняка, Но потом Ты не удержал Свой вес И грохнулся Об пол Перелом Основания Черепа Сказали врачи. За тебя Я тоже Глотнул Противной Теплой Балтики. Твоих Окон С дороги Не видно, Но они Там На первом Этаже Этой Этой Седайка 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 Священно Действовал Перегоняя Основание Собствующее Заживление Дырок Однажды Он даже Выпросил На какой-то Медицинской Выставке Упаковку Внутривенных Катетеров Фирма Как сейчас Помню Викко Утверждала Что На них Химически Посажен Гепарин Препятствующий Свертыванию Крови Вокруг И в самом Катетере Естественно Седайка Стюмчик Поставил Его себе На центряк Целых Две Недели Седайка Ширялся С его Помощью Не делая Лишних Дырок Мы все Ему Завидовали Страшно Но На просьбы Подарить Такой Катетер Седайка Отвечал Категорическим Отказом И в один Прекрасный День Он все Таки Забился Седайка Открыл Крышечку На конюле Вставил В нее Баян С винтом И Недолго Думая Со всей Дури Надавил На поршень Я Не видел Этого Моему Взору Оказались Доступны Лишь Последствия Прометчивого Шага Винт Сперва Просто Не пошел Седай Костюмчик Надавил Поршень Пластмассовой Двухкубовки Стал уже Сифонить Но в этот Момент Давление Выбило Кровяную Пробку И все Полтора Куба Ушли В седай Костюмчика Но не В веняк А в мышцу Скорее Всего Кончик Катетера Пробил Вену И застрял В мышце В бицепсе А седайка Не зная Об этом Оголтело Пытался Ширнуться Около Недели Он не мог Показаться На улице Плечо Разнесло Так Что им Невозможно Было Пошевелить Но наркомат И народ Живущий На четвертый День Опухоль Подрассесалась И все Опять Вошло В наезженную Колею Шантер Шантерчервец Любят Любят Шантерчервец Не догадался Заглянуть В кусты А после Шантерчервец И при этом Коммунист Коммунистом Коммунист Кричали Больше всех Но надолго Такое везение Я еще Не знаю Того Что через Несколько Дней Я Слегка Обстряжный Буду Перебегать Дорогу Чтобы успеть На троллейбус И попаду Под белую Семерку И займу Своё Много лет Назад Зарезервированное Место На улице Мёртвых Наркоманов